Добрый день, меня зовут Маргарита и сегодня я вам расскажу, сколько платится налоговое отчисление с зарплатой в Испании. То есть, если вы будете здесь работать легально, сколько вы будете платить налоговое отчисление с вашей зарплатой. Какие это налоги отчисления? Их всего 4. Первое это на обучение составляет 0-10%. То есть вы как работник и так как платите налоги, в том числе этот налог на обучение, вы можете пройти различные курсы или повышение квалификации или другие какие-то курсы. Следующий налог это по безработице составляет 1-55%. Соответственно, это если вы лишаетесь работы или вас увольняют, то есть вы можете пойти и ставить на учет по безработице и получать пособие по безработице. Этот налог составляет 1-55% от вашей зарплаты. Следующее отчисление это общие непредвиденные обстоятельства и составляет 4-7%. То есть что это такое? Куда идут эти денежные средства, куда идет этот налог? Это если вы находитесь в декрете, то есть соответственно вам государство платит полностью вашу зарплату. Есть ли у вас какие-то общие болезни, которые не входят в профессиональные, и работа вам не оплачивает это, а оплачивает именно государство. То есть этот налог идет именно на вот эти нужды. И последнее это подоходный налог знаменитой РПФ. И это самый большой налог, если 3 предыдущие это процент определенный, то есть он не меняется, не зависит от вашей зарплаты или от других каких-то нюансов, то подоходный налог зависит от многих факторов. И конкретный процент, сказать сколько с вас будет снимать, это нереально. То есть это все зависит от вашей зарплаты, от вашего положения семейного, если вы мать-одиночка, если сколько у вас детей, сколько у вас на попечении инвалидов, если у вас родители на попечении и так далее. Но плюс-минус мы можем понять сколько будет снимать, я сейчас вам это расскажу. Итак, если ваша годовая зарплата составляет до 12 450 евро, то с вас снимут 19%. Следующий участок это от 12 450 евро до 20 200 евро, то уже процент составляет 24%. И от 20 200 евро до 35 200 евро это уже 30%. И от 35 200 евро до 60 000 евро в год это 37%. И все, что больше чем 60 000 евро в год это уже 45%. Но это не означает, что если вы получаете, например, 60 000, с вас снимут 37%. Нет, то есть берется именно по участку. То есть участок до 12 450 евро в год это 19%. Следующий участок от 12 450 евро до 20 200 евро это 24%. То есть если у вас зарплата составляет 20 000, то этот участок до 12 450 евро снимут 19%. А уже участок от 12 450 до 20 000 вас снимут 24%. Соответственно это все приплюсовывают и вычисляется именно средний процент. То есть вы понимаете, да, что вас не снимут именно по большему показателю. То есть идет именно по участкам и вычисляется средний процент. Потом к этому среднему проценту, например, у вас этот средний процент вышел 25%. И уже убирается. То есть в зависимости, если у вас есть дети. То есть если это один ребенок, уменьшается на определенную сумму. Если это два ребенка, еще уменьшается. Если у вас есть инвалиды в семье, еще уменьшается. Если, например, вы мать-одиночка, еще уменьшается. И так далее. Если у вас есть родители на попечении, еще. То есть если это только мама, то есть это и уменьшается только мама и папа, то еще больше. То есть соответственно этот процент уменьшается в зависимости от вашего семейного положения. От вашего положения. То есть если у вас есть дети, родители, инвалиды и так далее. То есть этот процент, например, если вы сами. У вас нет детей. У вас нет никого. То есть соответственно это этот процент, который в зависимости от вашей зарплаты. Если у вас есть уже другие какие-то нюансы, то, соответственно, у вас этот процент уменьшается. И, соответственно, чем выше зарплата, тем выше процент. Ну и чем больше у вас детей, тем, естественно, меньше процент. То есть, это все зависит. Нельзя сказать конкретно по определенному человеку, вот у меня зарплата, например, месячная 3000 евро, сколько я буду платить процентов. То есть, это все берется все в сумме. Все в сумме, то есть, так же самое это все зависит от, например, сегодня у вас была одна зарплата, а потом в следующем месяце вам подняли зарплату. Соответственно, вот до этого периода вы платили 1%, а потом вы будете платить уже другой процент. То есть, все это зависит, все это влияет. Поэтому плюс-минус я вам рассказала в зависимости от зарплаты. А уже как у вас, какое у вас семейное положение, соответственно, уже будет немножко уменьшаться. Но плюс-минус, я же говорю, процент такой средний, у которых есть дети, там двое детей, то плюс-минус это будет 10-15% и в зависимости, конечно, от зарплаты. То есть, это если обычно до 1500 где-то, наверное. То есть, если это зарплата до 1500, то где-то 10-15% вы заплатите. Ну, соответственно, это все играет роль, то есть, в зависимости от вашего положения, кто у вас есть, живет в семье. Поэтому, если вам говорят определенную зарплату, всегда спрашивайте, это зарплата чистая или это зарплата бруто, то есть, или бруто, или нету. То есть, вы обязательно спросите, какая это зарплата. То есть, если вам зарплата бруто, то есть, вы, соответственно, должны еще скинуть какой-то процент налога. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, оно было для вас полезным. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, там много всего интересного. Я там рассказываю какие-то нюансы, которые, в принципе, в видео не имеет смысла рассказывать, но там очень важная, интересная информация. Поэтому подписывайтесь, заходите и всем хорошего дня и до скорых встреч!